так ребят я всем здорово сегодня короче говоря будет обзор алин тревоги в общем короче говоря это не совсем пи спи игра это скорее всего но вообще эта игра на playstation one я как бы запустил на пи спи вот и попробовал собственно пройти потому что я как бы устанавливал недавно эмулятор игр так сказать и спи 1 на пи спи на пи спи вот ну там знаете да там pcx игра всякие да тут и все то попробую короче сна и вы знаете работает на самом деле прекрасно прошел грущат попробую сказать свои ощущения там тут и все то так чисто знаете для да так чисто для проверки так сказать установил не работает все очень прикольно сейчас собственно расскажу немного по саму игру а еще чем я кстати удивил то попробовал настроил кое-чем короче говоря все очень прикольно он даже снимает эту игру собственно да то есть я очень удивлен если эта программа некорректно работает на сами пи спи игры на сами да то на это она работает более-менее нормально как она вообще снимает и удивлен вот собственно игра 96 года какие тогда уже мультики делали до 3d что вообще обалденно играем здесь мы за ту самую рипли главную героиню 1 2 3 части вообще эта игра сделана по 2 3 части но она как бы хронологии здесь немного другая но вот собственно вот ну ладно погнали короче говоря блин вот бы она загрузилась то вот бы она загрузилась ты я я офигею смотрите ну-ка 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 так давайте-ка вот так вот попробуем да так ну вот загрузка пошла сейчас прям просто тупо посмотрим если она запустится геймплей начнет записываться то это будет очень круто на самом деле потому что игра очень маленькая она весит во первых ох нифига себе так я даже боюсь пи спиха троги потому что здесь это провод вонючим вылетает нифига себе круто сушки натуре записывает и причем не лагает ничего прикольно мне конечно подлагивает немного но это уже по моему сама программа мозги бит мне конечно привыкать ну да ладно так вот короче игра вышел девяносто году ну собственно понятно что она как бы они заметно так осталось вот когда она вышла собственно в нее почти никто не играл и вообще принципе не заметили почему потому что понятно конечно тот момент уже была квака первое и дум 2 этот и все тупой короче говоря попросту не заметили потому что но собственно был очень много других игр которые там как-то выбились топ и собственно она между этих игр затерялась так что они мало вообще кто знает вот выходила на сначала на playstation one 1 до потом ее портанули через год по моему или через два на пока а может и в тот же год протону не по-моему все-таки через год да ну так вот короче портанули и и там конечно же версия от компа отличался от версии playstation one там но не так особо и сильно отличался но все равно там цвета были лучшие были вообще более худшие не помню вот появились диалоги во первых когда главный герой там произносил какие-либо слова потому что в на пустой шлангом по моему никаких слов вообще не не произносил то есть ни слов вообще ничего просто тупо молчал постоянно вот собственно ну граф конечно такая это понятно то есть полностью такая ну как полностью я не знаю такая псевдо 3d хотя нет здесь на самом деле полная 3d все это 3d это такая штука как в в инфринштейне наверно 3d шнам я к я не знаю как это описать разумными внятыми словами но он суть надеюсь понятно то здесь полный 3d пространство до но графика здесь конечно не полная 3d что потому что сироги справит его причем справится там не очень такие четкие так очень как будто на не знаю ну разрешение короче очень маленького этих спрайтов ну так в целом очень прикольно вот в игре всего три эпизода то есть первый это тот самый момент когда собственно ты попадаешь на эту планету да там видели даже мультик был да тоже там бишоп этот из второй части да вторая часть она считается самый лучший по идее 3 так себя 4 а 4 я не знаю это по разному ну самый лучший принцип считает вторую часть потому что он прям конкретно там этих чужих до хрена там этот бронемобиль помните туда-сюда разъезжал вообще пипец такая офигительная машина вот то есть первый эпизод посвящен второй части второй эпизод посвящен тому моменту когда она попала в тюрьму там на эту планету да с этими зэками туда а третий эпизод посвящен тому моменту когда собственно она попала на этот корабль который упал и который вез эти яйца чужих да вот то есть это здесь что этому кораблю то есть как если фильме этому кораблю его почти ничего не отведено то есть его показали там да вообще как вот самого начала да короче говоря когда выпускали вот эти вот мы снимали вот эту чужого да вот этому космическому жакея которых там называются но он так называется вот этот чувак который там за пилотом пилотом был короче за этим кораблем до который он борту яйца чужих нес вообще ему почти никакой информации по нему не отводили то есть лежит какой-то корабль там какой-то дохуй чувак в нем уже было то чужой из него вылупился там то то есть это да а кто это такой откуда взялся вообще ничего не сказали подробную тему появление этих джокеев и кто они такие рассказали в прометеи да то есть конкретно там про почти 30 фильм посвящен этому вот то есть особого внимания не уделяли эту этому чуду этим ребятам да кто они такие там тут и все там вот а здесь бабах или целый эпизод но все равно знаете да за бабах или эпизод только собственно никакого то есть не конечно уровне прикольные да там создается такая атмосфера типа ты на их корабле находишься там сидела но все равно тем не менее там ничего них так и непонятно просто тупо короче сбабах ли целый эпизод с ухты мать твою блин так неудобно играть а во первых очень темно кстати говоря это одна из так так сказать особенности игра такая то даже лампа есть ведь такая штука до находишь на уровне потом бегаешь с ней без нее проходить игру знаете не очень хотя потом знаешь привыкаешь вот короче говоря 3 эпизод посвящен полностью этим джокеем даже не джокеем а кораблю который упал ты собственно поэтому кораблю там бегаешь яйца уничтожаешь там сидела вот очень прикольно на самом деле так вот так что игра такая принципе прикольная вот ну по поводу пушек и здесь очень мало пять штук всего то есть пистолет ружье огнемет пульсатор и пулемет потом есть еще батареи то квестовая штука короче находишь на уровне там открываешь разные двери секреты находит секреты есть вот кстати говоря там еще бомбочки всякие гранаты и так далее вот короче горячим я порадовал в игре тоже такая особенность то что здесь каждым на каждом уровне дают определенное задание то есть допустим уничтожить там яйца до этих чужих определенное количество или уничтожить самих чужих там найти айди карты членов команды там какой-то то то сё то вот прикол в том что ты в принципе можешь пробежать уровень потому что игра сложная проходить действительно сложно если ты накосячил тебя патронов нет то в принципе ты можешь пробежать уровень забить на задание то есть самое главное перед тобой стоит цель просто тупо открыть дверь на следующего его все остальное это второстепенное задание то есть просто тупо открываешь дверь да вот а подходишь к пульту он видите пишет нужны батареи надо пойти поискать еще забыл совсем вот и закрываешь уры дверь заходишь туда и все принципе уровень пройден ты можешь никого не уничтожать но факт в том кто что вот то задание которое все дают там уничтожить то вот или собрать что-то нужно выполнить как минимум на 50 процентов то есть если ты выполнишь на задание наполовину ровно хотя бы на 50 процентов то в принципе тебя на следующий уровень могут пустить а так скажу типа задание не выполнено и ты начнешь уровень сначала ни с того ни с сего без каких-либо предупреждений просто вместо нового не пойдет старый то есть прикольно так сделали конечно кстати говоря игра реально сложная то есть это перед это пипец она конечно такая сложная как чужое воскрешение вы знаете да она выше в 2000 году считается одной из самых атмосферных игр должна по station вам только выходила здесь чем суть здесь если патроны ты не экономишь со своими жизнями то это все считай на следующем уровне будет пипец то есть под патроны надо экономить везде всегда начали конечно все просто там на расслабоне даже можно сказать а потом начинается жуткий пипец особенно посередине игры то есть вообще невероятно так что игра очень сложно на самом деле хотя если говорят она простая по сравнению с alien reincarnation то есть не рекорда нет не рекордация этот воскрешение да путаю постоянно то блин очень интересно там будет а на самом деле поставил я уже начал не играть там пока только по 1 уровень прошел дорога даже не встретил то пистолет нашел там правление такой дико тупой пипец там полно 3d шная полно 3d шная графика уровня вверх и вниз смотреть нельзя это не смутило ну ладно фиг с ним ну короче говоря она такая то есть в плане прохождения нелегкая вообще то есть чтобы пройти вам придется помучиться чем нормально так помучится так игрушка конечно прикольная то есть чаще параду это то что она полностью сделана по оригинальному фильму да то есть и звуки из фильма большинство звука взятым и отцы у кучи фильма то есть допустим помните данный тот же самый этот бронемобиль на котором они разъезжали во второй части очень прикольная вещь там пипец вообще вот здесь он тоже есть но как бы просто тупо такая так сказать часть уровня до зато бронемобиль а все равно прикольная штука пипец там прям три-четыре штуки ты фигни стоит там знаете прям в точь-в-точь такая же машина как и фильме то есть тоже так смотришь так это чё такое то никто пошел тоже смотришь там вот этот турелька с миниганами на носовой части до дизайн тоже такой же плоский и потом чет тоже прям полностью похоже короче говоря только размер какой-то маленький слишком а так полностью похоже или вот допустим тот самый момент тоже когда там в несколько нескольких комнатах заходишь там эти капсулы сна криогенного до такой я присасывается тварь и вот то есть эти капсулы здесь тоже есть их открываешь там либо может лежать какой-то предмет либо эмбрион чужого то есть очень так прикольно вообще конечно сделано ну и еще один пример это когда допустим на третьем уровне на не там не на третьем уровне в третьем эпизоде короче говоря играешь да помните там эти то были опять что не туда господи короче говоря вот это самое место вот это вот жакея короче говоря там же духа пилот как и фильме третьим эпизоде на одном уровне причем реально такой большой высоту прям выше тебя то есть реально прям так создали нормально молодцы не вот там какой-то там размером с тебя там чувак дух и валяется прям конкретно непонятно какой вид такой серый весь как фильме такой же дохуй такой сгнивший такой большой там валяется на этом своем стуле очень прикольно на самом деле очень прикольно то есть этот меня порадовал вот не он так конечно да игра надоедает потом со временем под начал третьего эпизода начинает уже надоедать конкретно но не конкретно но знаете так уже интересно особо не получаешь атмосфера здесь тоже никакой особо нет атмосфера здесь есть если играть ночью в наушниках и вырубить музыку туда такая атмосфера принципе есть а так а такой вообще нет давайте вам покажу попробуем вот эту саму джакея ради прикола как он вообще выглядит сейчас если я там даже сейф остался специального сделал что показать я вообще честно говоря не ожидал то что он нормально будет записываться он прям записывается обалденным я еще чуть сделал я тип записи поменял а нет я не тип записи поменяла типа трансляции намного лучше стало так по моему вот это все-таки предпоследний уровень даже опомним здесь конечно еще боссы есть но они такие одинаковые то есть три матки у нас одна самая простая 2 посложнее 3 пипец но они все легкие там в чем заключается сложность в том то что вот эмбрионы в том то что у кого-то хп больше у кого-то скорость побольше соответственно и хп тоже побольше вот собственно тот самый корабль на на пипец я помню сколько здесь этих тварей и кошмар на дробовик доставать под конец вот вот чё еще хотел сказать здесь есть очень много видов чужих то есть это кошмар сначала тут самые простые чужие потом идут вот такие какие-то видите вот эти вот да они тоже считают самыми простыми офигеть и почему вот потом идут какие-то вообще невъебенно крутые чужие который имеет скин черного ну простого чужого до такого но у них столько здоровья что просто обосраться это эмбрион это просто пипец в них надо столько патронов угрохать чтобы он сдох я не знаю проще знаете гранатами убить вот реально но потом здесь также есть всякие синтеты то есть ну то есть роботы да потом из зараженные охранники там солдаты это как обычно люди только не заражены да вот они соответственно против тебя то есть синтеты люди короче говоря здесь целый набор ребят противников даже не противник что целый набор персонажей из фильмов вот да то есть синтеты это и это здесь прям дофига всего это на самом деле круто вот это меня очень порадовал то есть такое разнообразие я не знаю здесь музыка есть вроде здесь музыки нет вырезали но это нормально говорят конечно здесь типа музыка нормальная такая то есть приятно под нее играть но знаете ли атмосферу ее надо врубать потому что на самом деле очень прикольно как так идешь ничего не слышишь на первых порах особенно и рук бабац откуда ни возьмись выскакиваю чужок то сразу такого бля конечно сейчас эта игра никого не напугает а все равно такая атмосфера не полностью есть но небольшая часть ее имеется конечно автомат здесь тупо сделан кто-то траектория полета пули здесь надо супреждением стрелять сделали бы как в квайке у антикес вот новый зачем ты подобрал вообще зачем мне здесь нужно это было бы круто а вот смотрите сейчас я сейчас я покажу все вспомнил вот он вот он вот этот кабинет этот зал заходим и ну собственно вот он да вот ведь какой большой да конечно ничего такого особенного но все равно очень приятно то что уделяют внимание таким мелочам да хотя какая-то мелочь по идее а вот он вот он сука будет не тут это простой вид слава богу они убиваются тут спору пулек это пипец блин натуре у них целый обыма надо высаживать середине игры а тут даже толком париться на вот видите слава богу даже не заметил кстати говоря по моему радарах улавливают только тогда когда они двигаются то есть еще стоял вы радар не ловил принципе ну вот принципе видите вот он тот самый чувак вот валяется такой дохуй да у нас скелет пульт управления у него какой-то там прям перед рожей стоит да прикольно конечно есть как ладно таких больших размеров даже если мы станем сейчас на платформу вместе с ним то сама намного больше прикольно очень прикольно на самом деле очень приятно что таким мелочам мы уделяют внимание в плане маппинга да чтобы игра была полностью похуже с фильмом как собственно и фильме пульсатор здесь самая офигенная вещь считается в плане оружия хотя еще есть пулемет на это совсем прям триндец это просто нечто прошивает всех и вся нет не он а нет ну вот принципе такая простая игрушка все потом кончились то есть ничего такого особенно у нас равно играть на самом деле очень приятно вот ой вот огнемет тоже полезная вещь потому что она и задерживает на месте ухты ёпт пистолет самая говен на оружие вначале она более-менее на более-менее нормальная а так это знаете это оружие чисто для того чтобы подходить и всякие ящики разбивать чтобы патрон основные не тратить потому что такое говно не оружие ну как то вот так вот не на самом деле прикольная игрушка советую скачать если вы покойник любители там покойники любители серии чужих да там фильмов игра не знаю советую скачать посмотреть прикольная игрушка на самом деле прошел с удовольствием сейчас качал эту воскрешение сейчас не и пока пока мою на самом деле прикольно говорят она сложная пипец я даже не знаю что будет делать скорее всего буду подрубать читы потом если совсем конечно припечет так скажем да что пройти не смогу буду подрубать читы он давайте найдем выход пожалуй да и закончим пожалуй так просто ради теста записал да и чтобы об игрушке рассказать приятно игрушка на самом деле девяносто год жалко то что никто не заметил в принципе она достойна вниманием очень даже просто я знаю сколько там игр наклепали про чужих основном они все 2d да такие 2d да то есть такие какие-то то есть это прям выделяется среди них нормально так ладно ребята всем пока удачи ждите новых обзоров и так далее очень всем пока